Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потому что пророк сказал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также, дорогие братья и сестры, чем Аллах отличил эту мечет от других мечетей, то, что Всевышний Аллах сделал, приветствием для этой мечети не два рака'ата, как это делается в других мечетях, а приветствием этой мечети Всевышний Аллах сделал таваф, который делает человек вокруг Кааби семь раз. При первом заходе в мечети также, когда он покидает Мекку, пророк, побудил мусульман, чтобы они совершали таваф, так же, как первый раз в встрече и когда они прощаются с этой мечетью. Также, дорогие братья, этот мечет Всевышний Аллах отличил от других мечетей, то, что Аллах сделал разрешенным сделать намаз в этой мечети любое время дня и ночи. Как пророк в достоверном хадисе сказал, я абду манаф, о сына я абду манафа, не запрещайте ни одному человеку, который хочет сделать таваф или хочет намаз делать в этой мечети, будто ночью или днем, не запрещайте им это сделать. То есть, это означает, что в этой мечети можно делать намаз или таваф в любое время дня, после асра, после фаджра, во время полудня, разницы нету. В любое время человек может зайти в эту мечеть и совершать намаз. Так же, Всевышний Аллах отличил эту мечеть, дорогие братья, тем, что Всевышний Аллах приказал, чтобы выгнали всех неверных с этой мечети и вообще с Мекки. Всевышний Аллах в Коране говорит, Поистине, многобожники, они являются скверными, пускай они не приближаются к Масчету и Хараму. Так же, чем Аллах отличил эту мечеть от других мечетей, то, что Всевышний Аллах разрешил сделать сафар, то есть выйти, разрешил Всевышний Аллах в путь человеку, чтобы посетить эту мечеть, так же, как разрешил посетить мечеть пророка, саллиллаху алейкум, и байт-уль-мақдис, и мечеть Акса. Как Пророк салалал!, сказал, Нельзя выйти в путь, чтобы посетить мечети, кроме трех мечетей. Так же, чем Всевышний Аллах отличил эту мечеть? То, что Всевышний Аллах сделал много знамений в этой мечети. Много знамений Всевышний Аллах в этой мечети сделал, например, как мақаму Ибрахим. как Макаму Ибрахим, тот камень, на котором стоял Ибрахим, когда он строил эту Каабу, до сих пор этот камень находится в этой мечети. Как Всевышний Аллах сказал, «Фи-хи айятум бай-инатум Макаму Ибрахим». В этой мечети есть много знамений, и Макаму Ибрахим есть в этой мечети. Не говоря о других достоинствах, дорогие братья и сестры, одно достоинство этой мечети, Субханаллах, хватает то, что в этой мечети находится Кааба. Всевышний Аллах почитал эту мечеть, сделал свой дом Кааба в этой мечети. Это является самым великим достоинством этой мечети. Поэтому, дорогие братья, дальше мы будем говорить про Каабу, о достоинствах Каабы, кто ее построил, какова история этой Каабы. Каабу, дорогие братья и сестры, первым построили ангелы. Ангелы построили ее красными изумрудами. Когда Всевышний Аллах отправил туфан, то есть потоп Ноя, Всевышний Аллах поднял эту Каабу на небеса. И как мы знаем, ее зовут на сегодня Байт-уль-Макмур. Как в одном хадисе пришло, что в Байт-уль-Макмур заходит каждый день 70 тысяч ангелов, и они уже туда в следующий раз не заходят. Также, дорогие братья, эту Каабу, после того, как Всевышний Аллах ее поднял на небеса, построил Ибрагим, алейхиссаляту вассалям. Ибрагим, алейхиссаляту вассалям, со своим сыном построил эту Каабу. Этот дом Всевышнего Аллаха построили они вместе. И после Ибрагима, алейхиссаляту вассалям, оно было в таком же виде, как и было построено Ибрагимом, пока не пришло время Курайшев. Во время Курайшев пришел ливень с гор, и Кааба разрушилась до ее основы. И после этого Курайши решили ее построить заново. Субханаллах Курайши, будучи в своем неверии, они не захотели даже хоть одну копейку, которая была заработана Харамом, поставить в эту Каабу. Они что сделали? Они начали собирать имущество, которое заработано только халялем, только халяльным образом. Субханаллах! Они не смогли собрать ту сумму, которую они могут построить в эту Каабу, какую она была во время Ибрагима. Поэтому, дорогие братья, на сегодняшний день она является квадратным, а на самом деле во время Ибрагима, Ибрагим его построил прямоугольным. И у нее было две двери. С одной двери люди заходили, с другой выходили. И как мы знаем историю, когда Курайши ее строили, Субханаллах, они начали спорить, кто же поставит Хачар-юль-Асфад на свое место. Они спорили таким образом, что это могло привести к сражению между этими племенами. И они сказали и решили, первый человек, который заходит в мечеть, мы согласимся с его решением. Что он скажет, то и будем делать. И оттуда кто появился? Субханаллах! Появился доверенный, которому все доверяют, появился Пророк, салли Аллаху алейкум, И они сказали ему, о, Мухаммад, мы согласны твоему решению. Мухаммад что сделал? Мухаммад сказал, постелите покрывало и поставьте на нее этот камень. И пускай каждое племя берет за край этого покрывала, и они понесли хаджар-ль-Асфад к своему месту на этом покрывале, и пророк, саллиллаху алейкум, своими священными руками сам поставил хаджар-ль-Асфад на свое место. И после этого, дорогие братья, Кааба продолжала быть в таком же положении, пока не пришло время Абдуллаха ибну Зубейра. Абдуллах ибну Зубейр, сподвижник пророка, саллиллаху алейкум и салям, сын Зубейра ибнуль-Авама, одного из тех, которые обрадовали раем, он был из тех, кому присягали в Мекке и в Медине, в этом области. Абдуллах ибну Зубейр услышал хадис от Айши, саллиллаху алейкум, что она сказала, что пророк, саллиллаху алейкум, сказал, «Если бы не твой народ, которые только-только приняли ислам, если бы я не боялся, что они против меня выйдут, то я бы разрушил Каабу и построил бы ее на основах Ибрагима алейкум, саллиллаху алейкум. Этот хадис услышал Абдуллах ибну Зубейр, и он в то время был халифом в Мекке и в тех местах, которые вокруг нее. И он решил разрушить Каабу и построить ее, как пророк, саллиллаху алейкум, саллиллаху алейкум. И Абдуллах им. Зубейр разрушил ее и построил, как Ибрагим его построил. И сделал две двери. С одной заходили люди, с другой выходили. Однако, однако, тот нечестивец, однако, тот валим, хаджад, когда убил Абдуллах им. Зубейра и завоевывал, и отвоевывал Мекку, что он сделал? Вопреки Абдуллах им. Зубейру, разрушил Каабу и построил ее на том же виде, который был во время Урайши. И с тех пор, как мы знаем, Кааба находится в квадратном своем виде. И после этого прошло больше, чем 10 веков. И Субханаллах Всевышний, Аллах сохранил ее в таком же облике, как было построено во время Пророка, саллиллаху алейкум саллим. Дорогие братья и сестры, вот эта Кааба является первым домом, который был поставлен на земле, чтобы Аллаху поклонялись и поворачивались люди к Нему. Всевышний Аллах в Куране говорит Поистине первый дом, который был поставлен для людей, это тот дом, который находится в Мекке. Это было благословенным домом и является правильным путем для миров. Также, дорогие братья, этот дом является киблей всех мусульман. Когда они хотят совершать намаз, они все поворачиваются в сторону этой Каабы, где бы он ни находился. Всевышний Аллах в Куране говорит Пророк, когда он переселился в Медину, почти 16 или 17 месяцев молился в сторону Байт-ул-Макдис. И он желал и ожидал, когда же Всевышний Аллах его направит на Каабу. И Всевышний Аллах отправляет, не спосылает аяты и говорит «Мы видим, как ты смотришь на небеса и хочешь, чтобы тебя направили в сторону Каабы». «Мы повернем тебя к той Кыбле, к которой ты будешь доволен. Поворачивайся в сторону Масчуду-Л-Харам, где бы ты ни находился». И в конце, дорогие братья, из достоинств этого дома и этой мечети, то, что Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям сказал «Ман ата хааза лбейта тот человек, который пришел к этому дому, фалям яруфус и не сквернословил, валям яфсук и не делал нечестивые вещи, раджаа мин дзунубихи каяу ми валя датху умму Он возвращается очищенным от своих грехов, как будто в тот день, когда его родила его мать». Субханаллах. Это какое достоинство? Это какое благо, Субханаллах, Аллах, которое нам дает? Мы посещаем эту мечеть, делаем умра или делаем хадж и возвращаемся домой, очищенным от своих грехов, как будто нас сегодня родила мать. Это в Аллахе великий нигмат, великое благо, которое Всевышний Аллах дает своим рабам. Пусть Аллах примет нашу ибадат, который мы сделали здесь. Пусть Аллах всем даст возможность посетить эту мечеть, сделая хадж или сделая умра. Пусть Аллах просит их сегрехи. Велхамду лиллах раби лаламин.